Всем привет! Это истории 217-го полка ВДВ, 3-я часть, 8-я рота. Григорий Андреевич, я сейчас расскажу, почему на вашей странице я публикую многие видео, связанные с книгой, которая приурочена памяти и подвигу 8-й парашютно-десантной роты. Давайте я буду знакомить вас и всех со всеми материалами. Так, это книга о погибших командиров, авиаторах и сослуживцах по 8-й роте. На 31-й странице была совершенно небольшая неточность, где я здесь говорил о том, что командир роты перевел меня из первого взвода погибшего в третий и сделал из автоматчика пулеметчиком. Позже, это как и смерть отца, по этой причине я не был в Баку, сыграли свою роль в том, что я остался жив. Это небольшая неточность. Позже, когда я проанализировал все многие материалы, я пришел к этому выводу. Это страница командира полка Григория Андреевича Калабухова. Непосредственное участие в моем спасении сыграл командир 8-й роты Николай Николаевич Зорев. Это объясняется очень просто. Он перевел меня из первого погибшего взвода в третий, но это не самое главное. Самое главное оказалось то, что он назначил меня прибористом 8-й роты. Кто служил в ВДВ, знает, что это за должность. Позже оказалось так, что командир полка 217-го Григорий Андреевич Калабухов сделал приказ о том, что прибористы всех род не летят на специальное задание правительственное в Баку. И когда я вернулся с похорон, я остался в полку по приказу командира полка. Таким образом получилось, что непосредственно при участии командира ворота Николая Николаевича Зорева и командира полка будет спасена жизнь будущему автору книги 8-й роты. Мы с вами в переписке разговаривали, Григорий Андреевич, я вас интересовался некоторыми вопросами, и вы в курсе всего. Но в конце я хочу сказать, что для всех, кто смотрит это видео, два уважаемых человека 217-го полка, два офицера, боевых офицеров, приняли участие в моем спасении, в спасении будущего автора книги о 8-й роте. Это все случайность, совпадение, силы и небес или закономерность, каждый из вас решит сам. Всем всего доброго, я еще много буду, что вам всем рассказывать.